Капель у нас уже здесь, что ли? Точно капель. Вот ты здесь живешь уже шестой год. Скучаешь, наверное, нет? Сколько будешь? Пять? Пять литров. Давайте купим нам дрова. Давай возьмем. Проснулись, взглянули в окно. Посмотрите, там какое солнышко. И снег на солнышке как светится, блестит прям. У нас сегодня есть планы. Поедем за продуктами. Так что все, сегодня вам покажу весь наш день. У нас сейчас плюс три. Хотя лежит снег. Посмотрите, нормально так за ночь намело снега. Сантиметров, наверное, пять. Шапка такая снежная у нас под окнами. Капель у нас уже здесь, что ли? Точно капель. Бочка опять застыла, причем очень плотно застыла. Сегодняшний день похож на весну. Везде капель, все тает, солнышко светит. Жду сейчас, пока родители собираются и поедем куда-то за продуктами. Пока не знаю, куда они скажут, какие у них сегодня планы. Хотим отучить кошку ходить в дом через окно. Родители приучили, точнее, папа. И теперь она не хочет заходить через дверь. Ну, смешно же, что кошка заходит в дом через окно. И вот она сидит настойчиво, орет, орет около окна, а через дверь вот не хочет. И как переучить? Мне кажется, ее можно переучить, только если не пускать ее через окно и ждать, пока она придет через дверь. Как бы, дверь для чего? Для того, чтобы у нее входить. Вот, посоветуйте, как можно отучить кошку ходить в дом через окно. Ладно там сидеть на подоконнике, еще можно, да, понять. Но ходить через окно это вообще уже верхнеприличие. Вот это вот дерево, это миндаль, оно так вымахало в сравнении со сливой, да, слива небольшая, она такая была, но миндаль, он еще больше стал. Деревья растут быстро. Сейчас, конечно, они спят. Когда проснулась, показывала вам, что вот здесь очень много снега, все, на солнечной стороне все быстро растаяло. Какое небо красивое сегодня. Но морозно. билусы к ним пока, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приехали мы на детский пляж, хочу вновь взлететь на коптере, потому что сейчас очень красиво здесь, солнечно. Продолжение следует... Сегодня очень такая хорошая погода, солнечная. Вот как будто весна, вот ощущается, как на Урале вот весной начинает снег таять, тепло, солнышко. Соответственно, нам сразу захотелось прям выйти из дома, куда-то поехать. Но мы поехали не просто так, мы поехали за продуктами, но нам еще захотелось на пляж сюда прийти, посидеть воздухом, подышать морским, посмотреть вокруг. Я сейчас решила пролететься над берегом, там, где камыши, они такие высокие вообще. Так красиво у нас на Таманском заливе. У нас очень красиво. Кто говорит, что это болото, я вообще не согласна абсолютно. Очень красивые у нас здесь места. Ксюш, самое главное, нам нравится. Конечно. Нам нравится, нам здесь очень нравится. Нам здесь как-то вот, пусть здесь тихо, спокойно, как деревни, но нам здесь почему-то комфортно. Просто, может, мы устали уже от городской суеты. Да. Вот в Краснодар приезжаю, я там устаю. Ну, сходила я один раз в магазин, погуляла я по паркам по этим, а устаешь от этого. Чайки летают, правда, не видно лебедей. Последние дни вообще их не видно. Видимо, то ли холодно, или где-то они к берегу прибились. А лебедей не видно. Поля такие все белые, красивые вдали. Ну, ничего, еще немножко, и будет здесь у нас очень красиво, травка будет зелененькая. Я очень часто сюда приезжаю на велосипеде, когда еду за молоком. Обязательно сюда приезжаю просто посидеть на лавочке в тишине. Скоро начнутся у нас уже хлопоты огородные, и времени будет очень мало, чтобы так где-то вот ездить. А сейчас вот прям столько времени дается, чтобы для того, чтобы навести какой-то дома порядок. Генеральную уборку можно делать почти каждый день. Но мы занимаемся ремонтом. А сегодня так уж нам захотелось поехать на берег моря, посидеть. Это место мы не выбирали. Мы здесь даже никогда не были. Кто-то даже написал там в комментариях, вот, выбрали такое место. Нет, мы его не выбирали. Все случайно так получилось, что здесь мы оказались. Даже муж одел пуховик, который одевает очень редко. Ты же вообще редко его одеваешь. Ну, буквально только вот за зиму несколько раз. Правильно? Да. Ну, минусовая так можно одеть. А так у нас тепло. Ну, хоть снег увидели в этом году. А то в том году, не помню, был, не был. Да, был. Нет, он бывает каждый год, просто в разное время. Ну, в этот раз оно подольше, да, у нас это держится снег. Минусовая температура подольше. Сегодня погода хорошая, как весенняя. С крыши даже тает. Сосульки капают. Сереж, вот ты здесь живешь уже шестой год. Скучаешь, наверное, нет? По зимней рыбалке, да. Со льда хочу порыбачить. Вот это мечта. Грибы в лесу пособирать. Ягоды, клюкву на болоте. Это, конечно, да. Вот этого не хватает. Бруснику. Чернику. Это бы пособирал, походил бы по лесу, конечно. Ну, зато здесь тепло. Ну, нас не тянет туда-обратно. Я не знаю, я не хочу почему-то. Даже вот нас вот звали на новогодние каникулы, да, туда приехать. Ну, холодно, ну, куда мы там выйдем? Конечно, вечная зима и осень надоела. Тем более мы же все раздали, вот эти для рыбалки, все ведь раздали. У нас ведь ничего сейчас нет там, даже если приехать рыбачить. Друзья есть. Ну, друзья, они ведь не такие рыбаки, как ты. Они-то только летом с тобой ездили на рыбалку. Да. Это мы ездили. Мерзли зимой. Тоже кто-то говорит, да не может быть, у вас там Крымский мост не виден. Ну, как не может быть? Просто нужно найти правильное место расположения. Так же и с Тамани, когда мы едем в Тамань. Мы тоже видим Крымский мост. Мы не видим его на набережной, но мы видим, когда мы едем. Там, может быть, будет молоко. Ну, что, ждать будет? Даже никого нет. Ну, да. Опять не приехала, да, бочка? Видим, опять не приехала, да. Ну, неужели, если температура такая уже в молоко не возит? Вторая неделя уже такая получается. Так как бочка в этот раз почему-то опять не приехала к нам в поселок, мы едем в Сеной за продуктами. Что вы хотите там купить вообще в планах вас? Нам надо много всего купить. Нам прежде всего надо было купить молока. Молока не купили, едем в Сеной. Яйцо, хлебное. Вот, яйцо, хлеб, молочко, мясо там. Ну, все, будут самые необходимые продукты. Но прежде всего мы хотели молочка купить. Приехали в Сеной, а оказывается бочка-то с молоком, вот она здесь стоит. Да, может быть, кто-то не понял, но бочкой у нас называют именно вот... Видите, такая газелька, и там стоит в прицепе бочка с молоком. Она так по всем поселкам ездит. Можно купить свою тару или здесь тара, если нет. Вот это жирная, это колбаса кровяная, сало. Наверное, это колбаса или что такое? Это говяжий хаш. А, хаш? Колбаса кровяная, сало, масло сливочное. А масло сливочное сколько стоит? 800 рублей килограмм. Валерий Викторович, да. Ксюш, а смотри, какой мед разный. Белый клевер, алтай, мед с трутневым. Мед алтайский. Это здесь вот мужчина, я скажу, видел, торговал, он уже три года здесь приезжает зимой. На этом году он ехал, оставил вот там. А, вон еще как. Потому что я сам бегал кайф на местный. А скажите, пожалуйста, сегодня вот вы в Приморске-то приедете? Я теперь в Приморске приезжаю с 8 утра до 9 вечера. Ой, до 9 утра. Все уже в курсе, уже 2 недели так. Третья неделя приезжает. Потому что молока все время не хватало. Здесь меня все время задерживают люди с завода, в 12 выходят. Я уезжать, они стой, стой. На итоге я туда приезжаю с опозданием и без молока. Все там злые, и поэтому поменяли. Теперь там с 8 до 9. Мы ведь не знали, мы 2 недели без молока. Вы больше общаетесь с соседями. Больше общайся с соседями. Чтобы знать информацию. Больше, чем здесь, наверное, молока в Казахстане. За час будет. Там все организованы. А здесь уже так. Не будем знать теперь. У нас хорошо берут молоко, да? Ну, там нет уже магазинов, как здесь. Здесь можно все в магазине. Почему у нас там магазинов-то много? В смысле, не так много. Ну, не так много, но у нас там, да. Может быть, просто больше. Ну, и молоко-то все равно. То ли в магазинах, то ли... Ну, скорее всего, да. Из-за того, что здесь в магазинах много, люди в магазинах берут молоко такое. А мы его не можем пить, это молоко в магазине. Это ты сколько будешь? 5? 5 литров. Иногда делаем. Не уходит? Просто квашу. Ну, у женщины его там тоже. Ну, потом проверите просто. Тут же еще, видите, приезжают, даже торгуют всякими вещами. Как мини-рынок. Я не знаю, мы в таком месте не покупали как-то ничего. Пока молоко наливается. Покажу вам, какая она сегодня обстановка в Сином. Видите, народу много. Люди ездят, ходят. Ну, потому что в Сином живет гораздо больше людей. Сюда все едут в ближайших поселках. О, молоко налили уже. Молочко почуем сейчас. 50 рублей литр. Пожалуйста. 50, да. Так что, вот у меня есть улица. Вдруг кому-то можно сказать, что передайте. Никто не написал, никто не говорил. Ну, вот еще, да, еще же в интернете может быть. Так в интернете у нас группа есть в поселке? Никто даже не сказал об этом. А, ну, я говорю, ну, да. Вы напишите тогда. Конечно, напишу. Ну, как так? Сейчас, не вспомнил. А просто видите, что такая погода сейчас, никуда мы не ходим. Ну, да, правильно. Поэтому, как бы так, никто даже не говорил ничего. Ну, ладно. Ну, я не сразу, я сначала вечером в обед приехал, как обычно. Всем сказал, людей было много. Ну, как бы, вот все, кто за молоком приходят, ну, как бы. Ну, мы же покупали у вас, получается, молоко, когда вы приехали с запозданием. Помните, как-то, да, один раз? Вы приехали с запозданием на 40 минут. Ну, стояли, ждали, потому что без волка не можем. Потом пришли на следующий раз. А, ну, я, в принципе, да, говорил, но, может быть, там не слышно, да. Вы не сразу сказали, что я всегда, да, иди. Большое спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. До свидания. Хорошо. Ну, вот, видишь, изменилось все. Расписание изменилось. А знаешь, почему изменилось? Потому что, вот, как он правильно сказал, люди возмущаются, что не хватает молока. Мандаринки продают, апельсинки, гранаты. Здравствуйте. Здравствуйте. А мандаринки у вас почем? 80 девочек. Это абхазские? Да. Давайте купим мандарин. Давай возьмем. Давайте, хорошо. Выбирай. Вот и даже попробовать его. Да? Да, мы верим вам. Они такие кисленькие, да? Нет. Нет, нет, нет. Кисленькая есть, она ничего хорошая такая. Естественно. Ты не могу думать, пожалуйста? Ну, чтобы такие вот мягкие не попали. Ну, они, наоборот, легко чистятся. А, да? Зырявые, да? Да, конечно. Да, да. Да, в полной пакете. Тогда я с ручками возьму. Давайте. Не, ну я в этот накладу. Килограмма два. А вы откуда сами? Сами мы из Краснодара. Здесь у меня родители живут. Приезжают навестить, заодно вот и дорогу отбить. Такие подробности. Ну, все, да, наверное, хорошо. Попухать, порой. Хорошо. Хорошо. Пошу еще программ. Лимончики тоже, видимо, идти, да? Ну, да. Абхазские лимончики. А лимончики почем? 90. Лаврушка? 50. А капуста? Секундочку. 250, 70. Ладно, не буду вас отвлекать. Сейчас, сейчас. 7. Так, 257. Что еще? Что-то будет еще брать? Гранаты у вас почем? 130. Ну, мы как-то не хотели их, да? Только в Мандаринке хотели. 27, 25, 45. Мандаринка, сколько? Спасибо большое. Пожалуйста. Нормально. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...